Правильная постановка стопы, ультралёгкий вес, яркие цвета и материал безумно напоминающий адидасовский буст. И да, эти кроссовки суммарно проходят 224 производственных этапа. Слышали о таких? Нет? А сяоми уже их делает. Кьюб 186 летим. Всем привет вы на канале Польза.нет и сегодня я расскажу вам пусть о не новых но очень популярных кроссовках сяоми сяосан попкорн. И маленький спойлер они настолько востребованы что на али вы их не найдёте, и на джейди и на гирбесте тоже. У сяоми их выгребают подчистую, на стадии производства ещё официалы. А знаете почему? Эти кроссовки для детей. Где ещё вы можете купить подобное для ребёнка если не в адидасе за 6000 рублей, а эти выйдут около 3000. Хотя нужно ведь как всегда кратко быстро и ёмко. А значит теперь 10 фактов о не умных но в то же время очень классных кроссовках сяоми сяосан попкорн. 1. Безопасность. Я такую обувь только для годовалых малышей встречал. У них и защита лодыжки с помощью ю-образной вставки, и тпю, и отсутствие шнурков, и наличие задника со светоотражающим элементом, и применение дышащего материала. Но об этом подробнее позже. 2. Резиновая подошва созданная из материала, поставляемого одним из мировых лидеров в производстве резины французской компании Мишлен. Качественная и антискользящая французская резина проверена моим боевым гномом. Не будет скользить ни в гипермаркетах, ни на скользком полу, ни на детской площадке во время дождя. Не зря я взял эти кроссы с собой в отпуск в боку, и теперь мы убиваем их каждый день. До сих пор не убили. 3. Три вида расцветки – черный, бирюзовый и розовый. Какое вам больше понравится – тот и берёте. 4. Размерный ряд от 26 до 35 размера. И это значит можно ориентироваться даже на второклашек. 218 мм стопа – это уже не садик. 5. Уникальная конструкция подошвы. Загнутая подковообразная подошва обеспечивает надёжную фиксацию голеностопного сустава, что позволит избежать травмы повреждений из-за смещения центра тяжести во время активного времяпрепровождения на улице или спортивной площадке. А проще говоря, ваш ребёнок не получит травму во время бега. Носок обуви при этом приподнят на 35 градусов, а пятка на 15 градусов, что соответствует эргономическому изгибу стопы детей. При этом удлинённая подошва с наклоном под пяткой помогает ребёнку сохранить равновесие. Такое решение практически во всех кроссовках применяется что у найка, что у адидаса, что у соломонов. 6. Устойчивость к температурам. Верх детских кроссовок выполнен из лакированной перфорированной двухцветной ткани. А задник оснащён светоотражающим элементом, который заметен на расстоянии почти 50 метров. Кроссы дышат и это довольно важно летом. Но в то же время они довольно объёмные и с плотным носком. Их реально носить даже в 10 градусов. А вообще производитель заявляет о том, что кроссовки могут эксплуатироваться без нарушения структуры при температурах от минус 20 до плюс 40 градусов. Дети потеют намного больше взрослых. Технология флайк нит в этих кроссовках способствует выведению сурового воздуха во время изменения положения ноги, поддерживая частоту и сухость стопы. Могу сказать одно – мой ребёнок при плюс 19 в них бегал, при том долго и упорно и на улице. Нога не вспотела. Седьмое – стоимость у них лояльная. Если вы будете смотреть в магазинах РФ, то выйдет около 3100 рублей. Для примера в румикоме со скидкой по ссылке в описании где-то так и получится. Понятно, что если вы были бы в Китае, то обошлись бы они вам всего 199 юаней, что около 2200 рублей. Но вот то, что я их на али в продаже не нашёл – повергло меня в шок. Восьмое – вес кроссовка всего 170 грамм. Это прям как беговые кроссовки. Я понятия не имею, связано ли это с кроссовками и надеюсь, что это генетика, но по факту мой ребёнок стал в них бегать не просто быстрее, а почти правильно, хотя до этого только стопами передвигал, при том что вроде бы он до этого ходил у меня в найках и в адидасах. Вот такая вот история. Девятое – специальный дизайн у этих кроссовок способствует правильному росту костей и дополненные материалами высокого класса позаботятся о здоровом развитии вашего ребёнка. Десятое – эти кроссовки без лопатки вы не оденете. Так всё у них там плотно и со временем даже не разнашивается. Что в принципе и хорошо, значит поддерживать голеностоп будут очень качественно. Учитывая, что шнуровки у них нет – это более чем актуально. Резюмировать хочу тем, что я безумно доволен этими кроссовками и то, что сын бежит когда одевается к ним, а не к своим найкам или адидасам – я считаю показательно. Спасибо, что вы посмотрели, подписывайтесь на канале за лайк, подписку и коммент каждые две недели конкурсов. В розыгрыше ещё много гаджетов. Условия по участию в этих розыгрышах в описании к видео. Следующий обзор будет на рюкзак с защитой. Давно его хотел себе приобрести, использую уже более месяца. Безумно положительные впечатления. Стрим каждое воскресенье в 19.00, обзоры 3 раза в неделю. Девайсу да или нет польза нет даст ответ. Добра и удачи вам дорогие друзья.